Путь саморазвития. Если нападут бандиты, можно отбиться и отбить остальных. Кота, Рандори, Сиай, юные мастера дюдо встретились в Могилеве на Кубке страны. Спорт М расскажет о результатах. Почти без шансов хоккеисты и футболисты могилевских команд теряют очки, а вместе с ними и надежду быть выше. Мне очень много гордятся. Родители очень, что добилась таких больших успехов. Сегодня Кристина Мацукевич бронзовый призер чемпионата Европы. Спорт М побывала в гостях у тяжелоатлетов и узнала секреты успеха в этом виде спорта. Двухразовые тренировки, правильное питание, сила духа и вы тоже сможете поднимать штангу. Программа Спорт М приобщается к спорту вместе с вами. Перейдем от физкультуры к спорту и расскажем о тех, кто уже добился результатов. Мы на дзюдо. Японское искусство, созданное в конце 19 века, в 20-м завоевало популярность в Европе и Америке. В Беларуси этим видом спорта занимаются тысячи мальчишек и девчонок. Именно для них и проводятся соревнования, такие как Кубок страны. Соревнования, которые позволяют молодым спортсменам заявить себя, которые позволяют попасть в национальную команду. То есть первый, второй номер имеет возможность попасть в национальную команду. И, естественно, уже потом выступать за сбору Беларуси. За Кубок боролись более сотни дзюдоистов в восьми весовых категориях. Из представителей нашей области медали завоевали дзюдоисты Бобруйска, Костюкович и Могилёва. На их счету одна золотая, две серебряных и семь бронзовых наград. Самое главное – это думать, выстраивать тактику, потому что можно выигрывать всю схватку, а на последних секундах проиграть. Поэтому нужно рассчитывать свое время, броски. И как бы это далеко не только борьба, это еще и очень сложный путь мышления. А еще в этом виде спорта надо уметь терпеть боль и превозмогать себя. Терпеть приходится и хоккеиста Могилёва. В матче чемпионат страны против солигорского шахтера «Наши львы» после второго периода вели в счете 3-1. Казалось, быть сенсацией. Аутсайдер побеждает лидера. Такие заголовки могли появиться в СМИ после игры. Но в заключительный третий матч более опытные гости преподали урок хоккея молодым могилевчанам. Четыре безответных шайбы ворота Дениса Поварова. Счет 5-3 в пользу шахтера. И прочное лидерство солигорской команды в чемпионате страны. Могилев по-прежнему последний. Футбольные клубы области провели поединки 29-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге. Бобруйская Белшина в гостях встречалась с дебютантом турнира с Луцком и проиграла со счетом 1-3. Единственный гол у гостей в компенсированное время забил Алексей Козлов. Неудачно сложилась игра и для могилевского Днепра, которую он проводил в Бресте против местного «Динамо». Счет открыл Антон Ширамченко. Могилевщанин ударом в дальний угол ворот завершил фланговую атаку Днепра 1-0. Такой счет продержался до 95-й минуты. Когда судья матча Андрей Сорока назначил пенальти за вот это нарушение правил штрафных хозяев. 11-метровый реализовал Александр Перепечко. Ничья 1-1 и Днепр сохраняет лишь теоретические шансы уйти с последнего места турнирной таблицы. Напомним, по результатам чемпионата, в котором осталось играть три тура, последняя команда будет бороться за право остаться в высшей лиге с третьей командой из первой лиги. Далее о результатах в других игровых видах спорта. В чемпионате страны по мини-футболу Могилевский «Форте» принимал одного из лидеров чемпионата команду «БЧ» из Гомеля. Хозяева проиграли 1-2. В очередном матче мужского чемпионата Беларуси в группе 1 Могилевский «Машека» на домашней площадке уступил клубу «Беларусь-94» со счетом 18-26. «Машека» после пяти туров замыкает турнирную таблицу. В среду могилевчане играют дома с Минским СКА. Поединок запланирован на 4 часа дня в спорткомплексе «Олимпиец». Мужской баскетбольный клуб «Борисфенка-Лосы» с победы стартовал в чемпионате Беларуси. В дебютном матче нового сезона могилевчане в гостях встречались с Минским БГУ и переиграли соперника 72-64. Следующая игра дома с Гродно-93. Матч пройдет во вторник на паркете спорткомплекса «Олимпиец». Начало в 6 часов вечера. «Олимпиец» Вот по такой методике здесь и поднимают штангу. За два десятка лет доподнимались до чемпионов мира и Европы призеров Олимпийских игр. Сотни побед на соревнованиях различного уровня. «Было неделю назад первенство республики среди юношей. Я стала первой. Установил 7 рекордов». «Сам от себя ожидал такого результата?» «Да». Теперь у Артема прямой путь на первенство Европы. Хочет как минимум повторить успех свои землячки из Кличева. Динеса за навес. Чемпионка Европы сегодня готовится к главному старту сезона. «Начинается чемпионат мира. По-старому это в Алма-Ате, а по-новому Алматы чемпионат мира. И шесть наших, две спортсменки, четыре спортсмена едут выступать». «То есть половина старта была на силу с этого права?» «Да, так всегда было. Надеюсь, что и в будущем так будет». В зале, который по праву считается звездным, занимается 30 молодых и перспективных. Как говорит Лобачев. «У нас достаточно много желающих заниматься. Но мы ищем физически одаренных от природы. Находим в нашей области много интересных ребят. Приглашаем училище Олимпийской резервы. И здесь готовим для национальной команды резервы». Одна из них – Кристина Макуцевич. Чем тебя привлекла тяжело отбить? «Ну, вообще, сначала у него брат тренировался. Занималась учебо-атлетикой. Ну, потом узнали, что у него есть сестра. Да, приехал тренер. И посмотрел. Ну, вроде бы подошла. Забрал. Посмотрел. Начала потихоньку тренироваться. Понравилось. Потом сюда забрали. Могилев училище. Уже четвертый год здесь тренироваюсь. В этом году стала бронзовым призером чемпионата Европы среди девушек. Вот. Сейчас тоже готовлюсь к следующему году. К Европе. Ну, а пока все взоры прикованы к Алма-Ате. Все очень надеются, что на чемпионате мира наши взойдут на пьедестал. «Спорт М» обязательно расскажет и покажет. А на сегодня все. Это была программа «Спорт М». Занимайтесь спортом, любите спорт. И увидимся на «Беларусь-2». Счастливо! «Спорт М».